Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, последняя казнь есть. Смерть первенцев. Самая написанная страшная казнь. Самое произведшее впечатление на всех. Началась она в полночь, когда суд в апогее. Это не сильно любят люди, но суд в апогее. Но вспомните, ведь еврейских младенцев кидали в реку и замуровывали в стенку. Теперь погибают старшие сыновья и дочери Египта. Так мир устроен. Когда ты сеешь зло, ты должен быть готов пожинать соответственно. И это не все. Была написана страшная ночь. Египетские женщины не сильно там были моральные, поэтому рожали по нескольку детей от разных мужчин. Первенцы по отцу все умерли. Что еще? Семьи, в которых не было первенцев. Вдруг он умер раньше времени. Если он был похоронен под полом, тогда была такая манера. Стая собак вытаскивали его. Если было изображение, то расплавлялось. Написано, что в этот день все статуи Египта, все золотые суеверства расплавились. Дикие крики. Ужас по всему Египту, которого не было. И что делает фараон? А мы всегда говорим, фараон есть. Кроме того, фараон есть, всегда мы с вами. У нас в душе есть этот фараон. Что фараон? Фарон пошел спать. Хотя ему Маше все сказал. Сказал, как будет. Рассказал. Он знал, что может даже погибнуть, но он пошел. Причем дальше написано, когда ему сообщили, что он встал, фараон. Что значит встал? Встал, значит лежал. Он же не на полу, а на кровати. Пошел спать человек, когда знает, что мир гибнет, что цивилизованное, самое такое общество, два часа его не будет, пошел спать. Как такое может быть? Берешься за голову. Но на самом деле многие из нас, все мы немножечко, недалеки от фараона. На самом деле проблема то какая у этого египетского правителя. Он все знал и не действовал в соответствии с знаниями. Вот всегда ли наше это состояние далеко от нас? Разве не было такого, что мы умом понимали, что надо делать не так-то. Знание было, а действовали иначе. Разве этого не было, значит фараон сильный там внутри. Когда надо было утром встать, а мы потом еще полежим. Надо было остановить язык, но ты его не остановил и последствия потом за голову берешься. Какая-то ссора, грубое слово сказал в доме, понимая, что лучше промолчать, не промолчал. Фараон сработал. То есть это очень такой сложный процесс. Знать это одно, а делать это совсем другое. И вот у нас в книгах написано, в древних книгах, что есть вид знания, который называется как даат. Даат это пропускание знания через себя. Надо не просто знать, а знать до такой степени, что ты уже все, не возьмешь это в руки. Вот если человек знает, что нельзя переходить на красный свет через дорогу. Это же еще такое абстрактное знание. Это пол-дела. Даат это не просто знать, что нельзя, а не переходить дорогу на красный свет. Вот такое вот знание. Поэтому было у фараона тяжелое сердце. Что такое тяжелое сердце? Это написано, не пропускающее в себя информацию от мозга. И в каждом из нас, еще раз, есть такой фараон. Мозги срабатывают, да, а вот этот фараон недовертво прошли. Поэтому хорошие мысли в своей сути, это все замечательно, но это ноль. Это ноль. Вот как человек спортом решил заняться, у него мысли. Три недели он думает, как он встанет на дорожку, или пойдет в тренажерный зал, ни разу не пошел, ни разу не встал. Ноль. Ноль. Еще раз, что надо сделать? Надо в этот момент попытаться, как побежден был фараон? Надо остановиться, да, смотреться в окружающий мир. Еще раз, вот остановиться, только потому что, когда бежишь, это все невозможно. Сидь спокойно, там, закрой дверь, там, что надо. Найди, смотри, скажи, да, у мира есть хозяин. Замечательно. Смотри свою жизнь, и ты увидишь, что в ней Бог присутствовал. Просто ты не всегда его видел, не всегда там фараон мешал, ну так далее. А дальше главное, теперь, когда ты увидел, и в мире, и в жизни, увидел, это, может, легко увидеть, не проблема. Теперь надо впустить его в свою жизнь. Его надо впустить, найти ему маленькое местечко, такое небольшое, но только для него. Никого не пускать туда. Что это означает? Начать надо с пяти минут. Надо найти пять минут своей жизни ежедневно. И сесть с ним поговорить, как, я скажу, с кем хочешь, с другом, с любимым, с кем хочешь, да? Сядь с ним поговорим. Пять минут. И вы увидите, как абсолютно меняется эта, вообще, жизнь, как фараон падет, потому что это самый главный путь. Наверху есть папа, с ним можно договориться. Брахава от слаха. Брахава от слаха.